Господи Боже мой, буду славить Тебя вечно, вечно. Господи Боже мой, давайте немножко повеселее. Дославим Тебя, душа моя, дославим Тебя. Дославим Тебя, душа моя, дославим Тебя. Дославим Тебя, душа моя, дославим Тебя вечно, вечно. Господи Боже мой, буду славить Тебя вечно, вечно. Господи Боже мой, буду славить Тебя вечно, вечно. Господи Боже мой, буду славить Тебя вечно, вечно. Господи Боже мой, да славит тебя душа моя, да славит тебя душа моя, да славит тебя. Душа моя, да славит тебя 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 душа моя, да сл Вечно, вечно, Господи Боже мой, буду славить Тебя вечно. Вечно, Господи Боже мой, буду славить тебя вечно, вечно, Господи Боже мой, до славы тебя, душа моя, до славы тебя. Вся жизнь моя до славы тебя, вся церковь твоя до славы тебя, душа моя до славы тебя. Душа моя до славы тебя, душа моя до славы тебя, душа моя до славы тебя вечно, вечно, Господи Боже мой, буду славить тебя вечно, вечно, Господи Боже мой. Буду славить Тебя вечно, вечно, Господи Боже мой И буду ставить тебя вечно, вечно, Господи Боже мой. Он держит руку мою и сияет Слава Его во мне! Аллилуйя! Еще раз дам Бог! Аллилуйя! Слава Тебя Господь! Спасибо, Отец, то, что Ты сам нашел у нас, Господь. Благодарим Тебя, Отец, за все, Отец. Благодарим за Сына Твоего, за Иисуса Христа, Отец. И мы поем Тебе «Халлилуйя!» На небесах и на земле это скорость. Хвалу поем Тебе, Отец, непрестанно. Халлилуйя! Бог, Халлилуйя! Подними свой голос! Халлилуйя! Народ Божий! Халлилуйя! Халлилуйя! Неважно, у Тебя есть голос или нет. Халлилуйя! Халлилуйя! Бог, Халлилуйя! Да, Иисус! Бог, Халлилуйя! 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 а а а а нашел меня а а а а а а а а а Смиряет Его слава во мне. Бог всемогущий нашел меня. Бог всемогущий оправдал меня. Бог всемогущий держит руку на мне. Смиряет Его слава во мне. Ой, халелуя! Ой, халелуя! Ой, халелуя! Ой, халелуя, Господу! Ой, халелуя! Ой, халелуя! Ой, халелуя, Господу! Ой, халелуя! Ой, халелуя! Ой, халелуя, Господу! Ой, халелуя, Господу! Ой, халелуя, Господу! Бог всемогущий нашел меня! Бог всемогущий нашел меня! Смерть себя! Бог всемогущий нашел меня! Бог всемогущий нашел меня! Бог всемогущий нашел меня! Ой, аллилуйя, ой, аллилуйя, Господу. Ой, аллилуйя, 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 ой, аллилуйя, ой, аллилуйя, ой, аллилуйя, Господу. Ой, аллилуйя, ой, аллилуйя, Господу. Ой, аллилуйя, ой, аллилуйя, Господу. Ой, аллилуйя, 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 Господу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А я с тобой вдвоем, мне хорошо, в доме твоем Иисус. С твоим святом! В твоем святом присутствии, В твоем святом присутствии, В твоем святом присутствии дают горы. В твоём святом присутствии В твоём святом присутствии летают горы Нехорошо в доме твоём Нехорошо с тобой вдвоём Нехорошо в доме твоём Нехорошо в доме твоём Нехорошо с тобой вдвоём Нехорошо в доме твоём Иисус, мне хорошо в доме Твоем, мне хорошо с Тобой вдвоем, мне хорошо в доме Твоем, Иисус, в Твоем Святом Присутствии Дают горы В Твоем Святом Присутствии Принеси то, что у тебя внутри. Если ты сомневаешься, оставь все сомнения. По их провозглашай. В твоём святом присутствии. В твоём святом присутствии. Что бы там ни было, В твоём святом присутствии Дают все коры, коры болезни, Коры неудачи, коры проблем. Горы биты, святают при тобой, Отец. Святают при тобой, Отец. Аллилуйя, держи, коры, коры, держи. Наслаждаемся, как мы, Господи. Наслаждаемся и поём. Хвали, хвали, хвалите. Хвалите все, в ком есть дыхание, Господа. Мы поём тебе, Господь. Хвалите, хвалите все дышащие, В ком есть дыхание. Хвалите то, что Он наш Творец. В ком есть дыхание, Господи. Хвалите, хвалите. 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 Хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите. Хвалите, хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите, все дыхание, хвалите Бога небес. Хвалите, хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите, 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 хвалите Бога небес. Хвалите, хвалите Бога небес. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ты Царь Невой Земли, Бог Всех Богов, Господь Всех Господь Священ, Царь Всех Царей, всякое колено преклонится к земле, в небесах земных и преисподнях, и всякие зыбы беспорядки. Иисус Христос, Господь Божий, Господь Божий, Господь Божий, Господь Божий. Отец мой, восхищаемся. Восхищаемся Тобой. Восхищаемся Тобой. Преклоняемся перед именем Твоим. Только Ты достоинся из славы и малы. Только Тебе наше поклонение не благодать. Каждое мгновение нашей жизни научилось прославлять Бое святого имя Великий Бог. Какое счастье будьте называться детьми Божьими. Это самое великое, что может быть в нашей жизни, Отец. Благодарим Тебя и прославляем, Отец. Прославляем Твое присутствие, Могущество, стопроцентное, полноценное, всеобъемлющееся, святощим, и в Твое присутствие конечно все горытают. Все свершилось уже на кресте, все свершилось для Тебя и меня. Каждое про него твоей жизни, мы женщина, с самым идеальным способом. Прославляем Тебя, наш Великий Бог, Великий Бог, Великий Великий Бог, Наш Отец, Ты наш Царь, не только Отец, но ты наш Царь, мы добровольно хотим быть, послушайте тебя во всем. Наш Царь. Давайте поприветствуем нашего Царя здесь. Он здесь. Наш Царь здесь. Наш Царь здесь. Он здесь! Наш царь! Он здесь! Наш царь! Наш царь! Он здесь! Восхвали его! Давайте поприветствуем Господа Христа здесь! Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу скажи! Скажи соседу! Слава Богу! Он любит тебя! Без всяких условий! Аминь! Он заплатил за тебя самую великую цену! Выше этой цены нет во вселенной! Он знал за что платил! Аминь! Он не платил за брак! Он платил за тебя, своего сына! Аминь! Давайте еще воздадим! Аминь! Слава Богу! Спасибо наши драгоценные прославители! Господа Иисуса Христа! Какое счастье, что мы все время находимся в Божьем присутствии! Никогда наше поклонение не бывает без могущественного Божьего присутствия! Аминь! И Бог всегда творит все новое! Всегда все новое! Каждое служение у нас для вас сюрприз! Это Бог творит! Аминь! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Надо? Пока не надо! Пока не надо! Ну, на всякий случай стоит! Сотрете, если сотрем! Сотри все, пожалуйста! Хорошо, друзья! Я очень рад вас всех видеть! Если детей нужно прямо сейчас благословить, то тогда быстро-быстро-быстро! Чтоб нам сэкономить время! Ага! Пожалуйста! Где у нас драгоценная сестра Сусана? А, или Аня? Аня, давай, пожалуйста! Очень мы благодарны за этих детей! Господь, мы признаем, что это награда от Тебя! Боже, я прошу, чтобы Ты своим словом солидал и давал нам мудрости, Господь, чтобы помогли этим детям увидеть Тебя, Господь! Причу Тебя веди Духом Святым, Господь! Веди, Господь, от велика и защищай, Боже! Мы верим и доверяем только Тебе, Господь! Мы уверяем их в Твои могучие руки! И знаем и верим, что Ты с ними, Боже, и Ты их любишь! Господь, слава Тебе, спасибо Тебе, именем Иисуса Христа. Аминь. Аминь, наши дети благословенные, постарай, дископы, служители, апостолы. Самое главное, высшее звание Сын Божий. Это высший уровень, высшее положение, высшее достижение, высшие регалии, высшая обязанность, высшая должность. Это высшее наслаждение, и все это Ты, во Христе Иисусе, сейчас, уже сейчас, на небесах. Аминь. И Бог прислал своего посланника сегодня к нам, отца Сергия. Он архиепископ реформаторской православной обновленческой церкви Христа Спасителя, если я правильно назвал. Так, поздайте главу Господу, за драгоценного служителя Божьего. У него особое служение, молитесь за это служение. Аминь. Аминь. Я не хочу тратить время, давно знаю благословенного брата, поприветствуйте его. Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу. Ни в коем другом нет спасения, нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Благодарю Бога, что Он так вот сводит. Значит, судьбы наши пересекаются, знаете ли, тогда вот в Барнауле 20 лет назад, знаете ли, это одно было общение. Там и, честно говоря, служители барнаульские, алтайские, некоторые мне говорили потом, что, ну, Ивана жалко, говорит, ну, сегят фамилии не спросят. Но, оказывается, не нас сожрут, а мы сожрем. Оказывается, судьба иная. Когда Моисея Бог посылал, то он дал ему знаки. И один из знаков, посох, бросался на землю, и он становился змеем. И прокаженная рука, второй был знак свыше, прокаженная рука, неизлеченно больная, она моментально стала здоровой. Это знак очень добрый для нас, что он, Бог, может, действительно, несуществующий, как существующий, называть и делать из камней детей Аврааму. Он может все. Он мертвый делать живым, а больной, неизлечимо больной, делать здоровым. Это был очень хороший знак для Израиля. Это был очень хороший знак для всего человечества. И, дамы и господа, братья и сестры, когда перед фараоном, который был, он себя Богом мнил, вообще-то. Так вот, перед ним, когда был брошен посох, он тоже стал змеем, знаете ли. Но жрецы, всевозможные эти оккультисты, что были возле трона, таких всегда возле тронов хватает, товарищи. Но они тоже чарами своими подобные сделали, но наш посох, он сожрал их после. Поэтому это был знак того, что не нас сожрут, а мы сожжем. Аминь! И что не победа будет над нами, а наша победа. Потому как Бог, Он совершал великий исход тогда, 3330 лет тому назад получается, да, в этом году интересная такая дата. Да, 3330 лет прошло с того времени, но, дамы и господа, братья и сестры, это в нашем исчислении много лет, но в небесном это совсем еще недавно. Три дня прошло, ну чуть больше, знаете ли, после того события. Но и сегодня наш Бог, Он тот же самый. И сегодня Он выводит измученных на свободу. И сегодня, тогда был через Моисея Бог освободителем народа своего. Все, кто призывал Его имя святое. Сегодня через Сына Своего, Иисуса Христа. И всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И всякий, кто призвал имя Господне, спасен. И всякий, кто благочестив сегодня, кто призвал имя Господа, Иисуса Христа. И первые апостолы это очень четко понимали. Первые верующие это очень хорошо исповедовали. И эту веру сегодня и мы исповедуем. Эту веру сегодня и мы провозглашаем. Веру христианскую, веру апостольскую. Что ни в ком другом нет спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которое надлежало бы нам спастись. Тогда, Моисей, сегодня Христос. И через Иисуса Христа благодать и истина для всего рода людского. Друзья, это великая честь сегодня действительно быть в его присутствии. Как бы мы пели сейчас. Я как бы давно певчим так вот не стоял, но мне очень понравилось у вас. Да, да. И я не певец, но очень люблю петь. Очень красиво. Очень люблю петь. Можно прямо сейчас что-то даже исполнить. Пою с удовольствием, огромным удовольствием. Я люблю петь и все пою. Но такой хороший православный голос прям. Можно сказать, что-то православное такое, можно инославное. Всякое, всякое. Но самое главное, что действительно мы восхваляем Господа. Кстати, здесь, в Москве, тогда 87-88 год, меня приговорили молчать. Я мог бы только лишь шепотом говорить. А петь вообще забудьте, мне говорили молодой человек. Тогда я был певчим, руководил хором в одном из церковных, ну, будем так говорить, в храме. В одном из храмов в Орловской, Брянской даже епархии. Но знаете ли, я тогда принял решение тогда, молодой совсем еще человек, но я принял решение тогда, что если я и замолчу, то я замолчу в церковном собрании. Я буду петь в храме до последнего. И знаете ли, вот прошло столько времени, с того времени многие замолчали люди, но я пою до сих пор и читаю, и говорю, и восхваляю Бога. Я знаю, что наше дыхание, оно в руках всемогущего Бога. Наша жизнь, она в нем, в Боге всемогущем. И когда мы тогда поженились, вот на днях, ну, почти 30 лет мы вместе с моей супругой, и нам тогда, 30 лет назад говорили, 30 лет, да, уже больше, чем говорили, что детей у нас не может быть вообще, знаете ли, ну, по-женски аномалия была у моей супруги, у нее не было матки как таковой, она была в зачаточном состоянии, точнее. То есть она была совершенно неразвитой, и даже само зачатие, здесь, кстати, в Московской области, нам об этом говорили, врачи, один очень хороший врач, когда гинеколог, он говорил, что само зачатие, естественно, невозможно вообще. Матки нет как таковой, она в зачаточном состоянии, аномалии. Но знаете ли, в 91-м году моя супруга забеременела, в начале 92-го она родила нашего первенца, и это было всем смертям на зло, знаете ли, это было всему на зло, на перебор судьбе, потому что если Бог наша судьба, то Он пишет совершенно иную историю, иную диаграмму. И, конечно, мне было немного так вот, ну, честно говоря, ну, после нашей первой встречи тогда, я снова потом прилетал в Горно-Алтайский проповедовал, и один из пастырей алтайских мне сказал, что вот, ну, помните Ивана того самого, говорю, ну, помню, конечно, че ж, необычный брат такой, говорю, необычной судьбой, ну, сожжали его, вот, и вот, ну, то есть, ну, знаете ли, я сейчас понимаю так, что если бы не Господь был бы с нами, если бы не Бог всемогущий, то действительно много что было бы не так, и все было бы не так, друзья, как надо. Но если с Богом, то действительно судьба, она иная, пишется свыше, свыше, а свыше судьба жизни, жизнь с избытком. Я Богу благодарю, что сегодня, вот, 20 лет спустя, Иван крепкий, здоровый, молится за людей, провозглашает Слово Божье. Дамы и господа, братья и сестры, это свидетельство, что Бог жив. Это свидетельство того, что Бог действительно, это не просто где-то там, в недосягаемых где-то эфирах находящийся, нет, это Тот, Кто и здесь, среди нас, Тот, Кто в нас, верующих, самая благодать, самое ценное, самое таинство великое, о котором просто я хочу говорить сегодня так же, это таинство веры нашей христианской, Христос в нас, упование славы. Самое великое таинство всех таинств. Когда Христос родился, то небо пело, ангелы пели, люди удивлялись, конечно, в страхе многие были, ангелы видели, шуткали, но интересно было сказано, что исполнились пророчества. У Матфея, у него много говорится об исполнении пророчеств, и вот сказано было, что исполнились пророчества, сказанные, что сидево в очреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, и что значит, переводчик переводит, с нами Бог. И это прекрасно, это величественно, но более точнейше, внутрь нас сущий Бог, потому что Эмману, слово еврейское, Эмману, оно похоже на Этану. Этану, это с нами, возле нас, близко, рядом, Этану. Но Эмману, это внутрь нас, растворенные, съеденные, выпитые нами. И при всем уважении к переводчикам, знаете ли, духу не хватает у переводчиков перевести буквально, потому что это для мира всего, это как бы дикость некая. Как можно Бога съесть, выпить вообще? Как можно растворить его в себе, а в нем раствориться? Знаете ли, для многих людей, даже христиан и прочее, это кажется абсурдным, чем-то смешным или страшным даже. Но это правда, это то, что Бог хочет совершить. И вот переводчики, знаете ли, приводят пример. Я художник вообще по своей специальности, доцерковный художник-оформитель. Мне важен образ, образ, эмпрессию, впечатление, знаете ли. И с водой, когда переводчики приводят пример, для меня это очень показательный пример и наглядный. Вода в стакане, возле меня, это Этану, ну, вода Маим, вы говорите, Маим, Маим. Много хороших слов, еврейских добрых, таких именно с этим Маим. И Этану Маим, но вода, которую я уже выпил, ваше здоровье, за реформацию. Слава Богу за воду, слушайте. Я не устаю удивляться, что много напитков создали мы хороших, но ничего лучше воды не придумаешь. Все гениально и просто. И, значит, вот вода, которая сейчас во мне, она растекается, приятное ощущение такое, она частью меня становится, эта вода, а я частью ее становлюсь. Знаете ли, вот по отношению к этой воде я могу лишь слово Маим употребить. Извините, Эману Маим, Эману, Эману, то есть выпитые, растворяющиеся во мне, а я в нем, частью меня становящиеся, а я частью его становлюсь. Но как же нам Бога выпить, как же нам Бога съесть, как же вот само происходит таинство верой. Интересно, принимаем Христа верой, принимаем, кушаем его, как будто бы пьем его. Иисус говорил, что кто не будет пить меня, есть меня, тот не имеет части вообще, тот не мой просто-напросто еще человек. И интересно, даже его церковь опустела, мы знаем, после такой проповеди в 6 главе Иоанна. Многие огорчились и почти все ушли. И, в общем-то, осталось в его собрании немного, ну, тех 12 самых таких уже как бы его друзей. Но даже им он, понимая их религиозные чувства, знаете ли, он им тоже предложил, в общем-то, на всякий случай уйти. То есть он предложил им в этот момент по-доброму, по-хорошему, знаете, сойти с дистанции. Значит, но, слава Богу, за Петра, брата нашего, который, слава Богу, собрался с Духом и выразил то, что, наверное, было на уме как раз вот у всех оставшихся. Что, да, он, конечно же, наверняка признался, что, да, то, что ты говоришь, это умом человеческим, обычным, естественным, непостижимые вещи. Но ты имеешь глагол, эти слова вечной жизни, вечности. Это, эти слова, они не отсюда. Они не с земли. Они точно откуда-то свыше. Потому что, действительно, это Дух и Жизнь. Эти слова, потому как я понимаю, что даже не сама информация поразила, наверное, слушающих тогда его людей. Знаете ли, как важна интонация, говорят, да? Как это было сказано? Я представляю себе, как это было сказано. Вот, что почти вся церковь ушла. Вот так вот. Ну, действительно, это таинство, братья и сестры, дамы и господа, это таинство веры. И сегодня, даже в наш век, когда, как говорится, космические корабли бороздят просторы Вселенной, по-прежнему для человечества больше вопросов, нежели ответов в этом. По-прежнему, даже век технологий, знаете ли, сегодня цифра правит миром. Когда-то над Пифагором смеялись, мол, чудак-старик, с ума сошел. Говорил, что цифра будет править миром. А сегодня уже не до смеху. Сегодня Пифагор таки прав оказался. Знаете ли, сегодня без цифровых технологий, без интернета мы даже не можем себе представить уже в современной жизни. Но даже и в наш век, согласимся, в просвещенный, казалось бы, такой, сильно просвещенный, знания умножаются, пророчества исполняются. Но по-прежнему таинство остается таинством. По-прежнему таинство остается таинственным. Христос в нас. Упование славы. Христос в нас. Бог и человек. Человек и Бог. Вот тем, чем я хочу поделиться сегодня с вами, дорогие мои. И когда это происходит, все меняется. Приговоры отменяются человеческие. Наши приговоры или приговоры других людей, все изменяется. Только вдумайтесь, вот тогда, 3330 лет тому назад, рабы вышли на свободу. Целый народ. Не все евреи, правда, вышли. Далеко не все евреи. Считается, что, согласно еврейским преданиям, лишь одна треть уверовала, до конца поверила Моисею. Другие говорят, рабыны две трети евреев поверили Моисею и вышли вслед за ним. Но как ни крути, это сейчас не только предание, это уже исторический факт, потому что археология в 19 и 20 столетиях доказала истинность этого предания, правдивость. Потому что нашли следы огромного еврейского присутствия после времени Великого Исхода. То есть, однозначно, далеко не всем потомкам Якова было по нраву то, что говорил и то, что сделал Моисей и Аарон. И даже те казни египетские, чудеса, казалось бы, великие, далеко не всем. Кому-то хоть ком на голове чеши. О некоторых товарищах Иисус сказал, что даже из мертвых, кто воскресен, все равно не поверят. Знаете ли, есть твердолобость подобного религиозного формата. Самая твердолобая твердолобость, я так скажу. Но как ни крути, многие остались там, в Египте. Но, согласно этому же преданию, за место отпадших природных ветвей, отпадших неверием, привились верою. Совершился великий ги-юр тогда, сверхъестественный, с разных народов нашей земли. Тогда в Египте, в центре цивилизации, проживало множество разных народов. Представителей любого народа можно было там найти. Это центр цивилизации тогдашней мировой. И множество народов, они прилепились к Богу Израиля. Сегодня, через Иисуса Христа, Господь для всех и вся, для всех и вся дарит жизнь и жизнь с избытком. Для всех и вся дарит свободу. Величественный дар свой, свобода, за которую заплачена великая цена. Мы буквально с Иваном перед служением немножечко побеседовали со всем. Но я рад тому, что человек говорит правду. Это очень важно. Потому что много очень людей, к сожалению, осуетились в религиозных, православных, протестантских. Не важно. Эта проблема, она не конфессиональная проблема. Эта проблема, она не... Было бы проще, если бы дело было лишь в конфессиях. Тогда было бы просто выйти из одной церкви, присоединиться к другой и как бы и вопрос решен. Знаете ли, но водораздел... Как вот, кстати, ранние протестанты, еще времен Лютера, Кальвина, Цвингли, Анабаптистов, порой вот так вот упрощенно понимали эту проблему. Но уже во втором-третьем поколениях реформации большинство проповедников пришли к выводу, что водораздел проходит не по конфессиональным границам, не по церковным каким-то, знаете ли, разделам таким, а проходит по сердцам людским. Как Федор Михайлович говорил, Достоевский-то, помните, да, что бог и дьявол ведут борьбу, а поле брани, это сердце человеческое. По самому сердцу человеческому проходит этот водораздел. Так что чих будешь или чей будешь вообще, окей, ну кому ты принадлежишь, кто Духа Христова не имеет, тот и не его, и не важно он в рясах, ризах или в каких костюмах, или в чем бы он ни был бы. Потому как действительно бог смотрит на сердца человеческие. И когда он приходит в наше сердце человеческое, то совершается чудо, великое чудо. И этому чуду нет просто предела. Оно продолжается на протяжении всей жизни, человеческой, я так понимаю. И после окончания этого земного нашего бытия, оно не прекращается, а лишь продолжается. Лишь продолжается, как вот в том, в той песне там, Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Вот действительно нету оконца и начала этому океану Божьей любви. И то, что сейчас мы воспринимаем, живя на земле, в теле, да, находясь в этой временном бытии, это лишь как вот, ну не знаю, ну сравни, допустим, в стакане, да, вода, или же океан перед тобой. Мы лишь немного, совсем немножечко черпаем, черпаем из того, что Бог имеет вообще. Если он ангелов удивляет, непрестанно удивляет. Так что серафы эти серафимы, они просто взывают постоянно, им не скучно, они постоянно друг о другу кричат, свят, свят, свят. Кадош, да, Кадош, Кадош. Адонай, Элогим, Цемаот. Господь, Бог, всемогущий, всесильный Бог наш. Они взывают друг о другу, кричат, удивляясь, восхищаясь Богом. Сегодня удивительное чудо, Бог всемогущий поселяется в сердечеловеческом. И сегодня мое слово примем, братья, примем, сестры, Христа верой. Павел писал это не для атеистов, не для неверующих, писал это к церкви. И принять верой, это, я разумею, не просто разовое переживание, а это постоянное переживание всей жизни, процесс всей жизни. Потому что он настолько огромен, настолько величественен, что всю нашу жизнь, даже принимая его, мы принимаем лишь маленькую часть столику того, что в нем есть этого огромного, прекрасного, великого. И мы в нем, а он в нас. Еще лет за 200, за 100 до Христа вопрос задавали мудрецам. До нашей эры, как мы говорим. Вопрос задавали мудрецам такой. Дайте нам, говорили праведники, циадики, золотой стих Библии. Что есть самое ключевое в писаниях наших еврейских. Тот стих, который бы открыл собой всю Тору, пророков, все писания еврейские. И самое удивительное, школа богословская того времени, были две школы, которые между собой постоянно спорили, надо, не надо спорили, ну как вот принято говорить, да, два еврея древнения, всякое бывает, знаете ли, и поругаемся, поспорим и всякое. Но и школа богословская спорила между собой. Но самое интересное, в этом вопросе они пришли к единому мнению, не сговариваясь, указали обе школы, значит, на один и тот же стих. И этот стих, в книге всех книг, есть песни всех песней. И в этой песне всех песней есть стих всех стихов. И оригинально он звучит «они», то есть «я да они», «ле доди», «ве доди ли». И переводчики синодально перевели «я принадлежу моему возлюбленному». Возлюбленный мой, мне. Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других, Ведь его подобен кедру на подножьях золотых. Вот он идёт, Господь глядёт, мой возлюбленный грядёт. Вот он идёт, Бог мой грядёт, мой возлюбленный грядёт. Спасибо, Господь, за то, что ты действительно был поселяющийся в человеческом сердце. И во времена Машиаха, во времена Христа, 2000 лет назад, одна из школ, тогдашняя иудаизма, школа Шамая, говорила о необходимости, очень много говорила, о необходимости духовного перерождения, рождения свыше. Иисус, когда беседовал с одним из учителей, тогда с Никодимом, в третьей главе Иоанна написано, Он сказал, ты один из учителей Израиля, разве ты об этом не слышал? Об этом разве что ленивый не слышал и не говорил. В Израиле все так или иначе об этом говорили или слышали, по крайней мере. Школа Гелелия это отрицала, но школа Шамая на этом настаивала, о необходимости духовного перерождения, рождения свыше, рождения от Бога. Мало говорили о ней быть обрезанным, быть евреем, быть кошерным, мало соблюдать закон, нужно лично встретиться, пережить встречу с Создателем и родиться по-новой, родиться свыше. Правда, до Иисуса было больше вопросов, нежели ответа в этом всем. Было больше вопросов. Потом...